Продолжаем тему Соловьёва, продолжаем освещать тему нагнетания антиказахских настроений в России. Хотя я не знаю, закончил Соловьёв свою тему, тёмное дело или только начал. После визита господина президента Республики Казахстан, господина Токаева, ещё есть какая-то такая неопределённость, но и недосказанность тоже осталась. Поэтому продолжаем эту тему. Соловьёв и же с ним российские пропагандоны очень обиделись на термин в Казахстане «российские гастарбайтеры». Действительно, тема такая серьёзная, почему действительно в Казахстане россиян называют гастарбайтерами. Это определение надо как-то правильно озвучить, правильно доказать. Поэтому обратимся к официальным источникам, то есть к Центральному банку Российской Федерации. Это не просто банк, это Центробанк, это государственный орган, который занимается финансовым регулированием внутри государства. Есть у него там раздел такой, называется «Статистические данные». Они там выкладывают настоящие цифры, потому что врать они не могут. Вот если они начнут врать в этих статистических цифрах, то они нанесут огромный ущерб экономической деятельности Российской Федерации. Но эти статистические цифры, они не такие красивые, как хотелось бы пропагандону Соловьёву. Поэтому поискать эти статистические цифры на сайте Центробанка нужно постараться. Для тех, кто хочет проверить мои слова, всё, что я скажу сейчас лично, я оставлю прямые ссылки в описании к видео. Можете не трудиться, как я, а напрямую скачать те цифры, которые нас интересуют. А нас интересуют гастарбайтеры. Гастарбайтеры что любят делать? Единственное, для чего они приезжают работать в другое государство, это высылать деньги домой. Нас интересуют частные переводы частных лиц между Россией и другими странами, в том числе и Казахстаном. Переходим в раздел «Статистика». К сожалению, эти цифры спрятал Центробанк далеко-далеко, глубоко-глубоко. Поэтому будем искать долго и нудно. Может быть, я даже вырежу этот кусок моих долгих и нудных поисков. Вы потерпите, дорогие мои слушатели. Я буду читать про себя, потому что одновременно читать и говорить я не умею. Вот первый раздел «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы». Но нет здесь разбивки по странам. Поэтому вот этот первый отчет мы пропускаем. Смотрите, вот этот отчет, который нам нужен. «Личные переводы между Россией и странами СНГ. Детализированные компоненты в распределении по странам». Это экселевский файл. Сейчас я его скачаю и открою. Прямая ссылка на этот файл есть в описании к видео. Вот мы и открыли этот документ. Здесь страны разнесены по разным вкладкам. Раньше все было на одной странице, все четко было, понятно видно. Но картинка не очень красивая для пропагандонов Российской Федерации. Поэтому они теперь разнесли страны по вкладкам. Нам нужно бегать, смотреть по разным страницам. Скоро, наверное, будут по разным файлам разносить страны, чтобы мы еще больше старались. Но ничего, мы справимся. Вот Азербайджан. Тут есть данные за 2020 год. А есть данные за первый квартал 2021 года. За 2020 год в Азербайджан ушло 860 миллионов долларов из России. И пришло обратно в Россию 95 миллионов долларов. То есть где-то в Азербайджан, в год азербайджанцы отправляют из России примерно 800, ну где-то 780 миллионов долларов. То же самое и Армения. Ну чуть поменьше в Армению возвращается, чем в Азербайджан. Ну практически столько же. 650-700 миллионов долларов. Беларусь. Вот в течение 2020 года. Пожалуйста. 400 миллионов долларов в Беларусь ушло. И обратно вернулось 124 миллиона долларов. То есть где-то 350 миллионов долларов. Киргизия. За прошлый год 2 миллиарда долларов киргизские трудяги из Москвы перевели на родину. А назад в Россию вернулось всего 200 миллионов. Миллиард 800 миллионов долларов. Представляете? Киргизы перевели из Москвы себе на родину. То же самое Молдова, Таджикистан. И вот эти вот цифры вы можете сравнить. Но приходя в вкладку Казахстан, единственная страна в СНГ, которая миллионами долларов переводит не в Казахстан из России, а наоборот. То есть вот смотрите. Личные переводы за 2020 год выплачены в Казахстан 237 миллионов долларов. А из Казахстана в Россию 874 миллиона долларов. То есть смотрите. Верхняя цифра больше, чем нижняя. У любой другой страны картина наоборот. Верхняя цифра меньше, чем нижняя. Вот Азербайджан меньше, видите. Вот Армения меньше, видите. Вот Киргизия вот. Сверху цифра меньше. А у Казахстана наоборот цифра сверху больше, чем внизу. Из Казахстана за 2020 год получается 600 миллионов долларов частных переводов ушло в Россию больше. То есть российские гастарбайтеры за год перевели 600 миллионов долларов. Это почти треть того, что переводят киргизы из Москвы себе на родину в Бишкек. Представляете, треть. А давайте с Узбекистаном сравним. Сколько узбеки получили из России? Из России они получили почти 4 миллиарда долларов, а назад вернули 244. Видите? Вот я не поленился и собрал все эти данные в одну таблицу, свел, да? Здесь мы видим, что за 2020 год частными переводами из России переводили во все страны СНГ миллионами долларов, кроме Казахстана. Казахстан наоборот в минусе. Из Казахстана перевели денег больше в Россию, чем обратно, на 636 миллионов долларов. В первом квартале этого года, 2021 года, мы из Казахстана, наши гастарбайтеры-россияне в Казахстане перевели в Россию уже 154 миллиона долларов. То есть примерно тот же темп, если в том же темпе будут российские гастарбайтеры из Казахстана переводить деньги к себе в Москву, то в этом году выйдет примерно столько же, 618 миллионов долларов. Единственная страна, которая, кроме Казахстана, еще отправляет деньги в Россию, это Туркмения, где живет Туркмен Баши. Но это связано с тем, что там железный занавес. Туркменам запрещено покидать свою родину, да? Они никуда не могут выезжать работать, вот и все. Ну, цифры здесь очень маленькие, буквально там чуть-чуть в масштабах страны. За 2020 год туркмены перевели в Россию где-то около 33 миллионов долларов, а за один квартал около, вот в этом году около 3 миллионов долларов, еще меньше. То есть в этом году будет порядка 12-13 миллионов долларов. Это копейки в масштабах страны. Поэтому только Казахстан является донором Российской Федерации в виде российских гастарбайтеров. Я еще раз подчеркну, что это гастарбайтеры, потому что в подробном отчете Центробанка РФ указано, что вы эти переводы из Казахстана, вот видите, из Казахстана. Сейчас попробую увеличить как-нибудь эту страницу, вот так вот, да. Из Казахстана денежные переводы работающих составляют львиную часть, именно работающих. Я выделю это другим цветом. Львиная часть перевода это работающие люди, не пенсионеры, а работающие. Поэтому при наличии российских гастарбайтеров статистикой Центрального банка РФ, наличие российских гастарбайтеров на территории Казахстана подтверждает Центробанк РФ своими четкими, статистическими, верными данными. Поэтому утверждение, что российские гастарбайтеры живут в Казахстане, оно верное, судя по частным переводам. Поэтому я вот передаю Куату Ахметову совет и всем остальным его почитателям, да. Вы вот этот вот трагизм в своих роликах бросьте. Трагизм я имею ввиду, когда вы заходите в магазин, видите продавца, который не владеет государственным языком и начинаете вот эту вот шекспировскую драму разворачивать перед зрителями о том, что вот он Мактабас, который никогда не выучит казахский язык. Что нам делать, ой бай, бегаем вокруг него, суетимся, орем. Хотя все понимают, да, что чем больше мы орем, сколько бы мы ни орали, этот Мактабас, он никогда государственный язык все равно не выучит. Поэтому решение вопроса не в этом. Решение вопроса в другом. Надо одних гастарбайтеров заменить другими гастарбайтерами. Я вот не понимаю, почему Куат Ахметов или люди, которые повторяют его действия, которые ходят по магазинам, ресторанам, ищут вот этих вот мелких сошек в виде продавцов, официантов, не владеющих государственным языком. Почему они не требуют у владельцев этих заведений заменить этих работников на других, которые владеют государственным языком? Да, наверное, людей, владеющих государственным языком, не хватает, скажут владельцы этих магазинов, ресторанов. Скажут, мы живем же в Петропавловске, кто здесь владеет государственным языком? Никто не владеет, да, и они опять будут правы. Поэтому единственный свет в оконце, да, решение этой проблемы, это начать новую национальную идею, потребовать у работодателей нанимать на работу киргизских гастарбайтеров в качестве продавцов, официантов, медсестер. Киргизский язык очень похож на казахский, мы братья, мы братья по крови, никакой проблемы взаимопонимания киргизского языка, киргизского языка, извиняюсь, на казахский, и обратно с казахского на киргизский. Никаких проблем не возникает. Я думаю, что идея замены российских гастарбайтеров на киргизских гастарбайтеров и есть решение проблемы для северного Казахстана. Киргизов, прошу подключиться к этой идее, приезжайте в северный Казахстан, требуйте рабочие места, требуйте, чтобы вас нанимали официантами, продавцами, потому что вы знаете практически государственный казахский язык. От наших общественных активистов требую, чтобы они переключили свое внимание все-таки на управляющий персонал, на директоров, владельцев ресторанов, магазинов, хотя бы до отдел кадров заходили иногда, пинали там главного кадровика. Найдите хоть раз в своих видео, покажите, ну или там заставьте извиниться за то, что она нанимает место гастарбайтеров, мактабасов, вместо того, чтобы поднять трубочку телефона и обзвонить у московских киргизов, например. Они с удовольствием бы приехали. Во-первых, и работа ближе к дому, и деньги те же самые, и среда более дружелюбная, чем в Москве, где их постоянно гоняют, то менты, то налоговики. И вот новая национальная идея, предлагаю, заменить российских гастарбайтеров на кыргызских гастарбайтеров, ну или в крайнем случае на узбекских гастарбайтеров, если уж кыргызов не хватит. Предлагаю присоединиться к этой идее всем казахстанским блогерам, передавайте привет всем казахстанским блогерам, от меня, да, в комментариях. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok